Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить об основных фундаментальных событиях и о том, как эти события влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал на YouTube, оставлять ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Ровно день остается до заседания Европейского Центрального Банка. Вероятно, самое важное событие этой недели, конечно же, сейчас, когда мы не знаем будущую динамику европейской валюты, мы можем предположить, что именно заседания ЕЦБ и комментарии Кристин Лагард смогут раскачать все финансовые площадки. Пока мы ждем заседания ЕЦБ, мы видим, как активно снижается, можно даже сказать, валится британская валюта из-за возросших рисков Brexit. Также очень неплохо теряет и нефть. Накануне, друзья, впервые за несколько месяцев мне удалось очень выгодно зайти в короткую позицию по нефти. Я продавал Brent, сейчас котировки уже в районе 39-59 и, честно говоря, при той динамике, которую мы видим, Brent легко может дошагать до значения 37 или даже ниже. Какие причины, почему нефть так активно распродают? Я вижу несколько факторов, разумеется, фундаментальных. Во-первых, это рост напряженности в отношениях между США и Китаем. Все здесь предельно просто и понятно. Если страны, в конце концов, снова вернутся к очевидному торговому противостоянию, так называемой торговой войне, то под угрозой окажется больше 5% мирового товарооборота. Мы сейчас говорим еще и о последствиях пандемии, продолжим это делать, знаем, как не сладко пришлось мировой экономике. И если еще к этому добавить очевидную конфронтацию между двумя ведущими локомотивами всей мировой экономики, то темпы экономического роста, разумеется, будут в гораздо более значительном спаде и скромных показателях. Следующий момент – это Саудовская Аравия, точнее решение Сауди Арамка снизить отпускные цены сразу для всех стратегических партнеров. Причем отдельные компании, регионы, скажем, лучше, например, из Европы получили большую скидку, меньше скидку, досталось азиатским партнерам. Но сам факт снижения отпускных цен, друзья, это явный признак и доказательство слабеющего спроса. Это первый момент. И второй момент – если Саудовская Аравия снижает отпускные цены, то есть она таким образом создает искусственные конкурентные преимущества для того, чтобы покупали прежде всего ее нефть. Многие страны, которые также добывают нефть и поставляют на мировые рынки, просто не имеют возможности из-за нюансов и специфики добычи нефти пойти на предоставление таких дисконтов. Саудовская Аравия может и пользуется этим. Как мы можем все это упаковать? Ну, как минимум, то, что Саудовская Аравия продолжает вести самую настоящую, очевидную ценовую войну. В начале 2020 года, когда началась вся эта шумиха вокруг пандемии, именно ценовая война между Саудовской Аравией и Россией выступила одним из основных триггеров для распродаж углеводородов. Сейчас рынок действительно паникует, то, что ситуация может повториться. Мы видим то, что цены на нефть всего лишь за несколько дней потеряли около 10%. И я только что сказал, друзья, процентов 5-10 нефть еще точно сможет дать вниз, а там уже, разумеется, будет видно. И третий момент, это падение импорта Китаем. В августе Китай закупал 11,23 миллиона баррелей в сутки. Если сравнить с показателем позапрошлого месяца, то есть июля, спад составил 1 миллион. Можно также это связать с тем, что китайская экономика восстанавливается не так динамично, как предполагали. Да и в целом, без спроса, достойного спроса со стороны Китая, рынок нефти будет очень сильно уязвим. Как реагирует на все происходящее рубль? Понятно, рубль девальвируется, снижается. Доллар рубль 76,28. Даже без геополитических рисков, связанных с вероятностью новых финансово-экономических санкций против российской экономики, рубль был бы на текущих значениях. Но поскольку российская экономика сейчас замерла в ожидании новых экономических ограничений со стороны Запада, я думаю, что уже смело можно ориентироваться на значение 77,78 и попробовать поставить такой апокалиптический сценарий движения пары доллар-рубль в район 80. Если, например, говорить про евро-рубль, там можем достигнуть и трехзначных значений в районе 100 рублей за 1 евро. Индекс американской валюты 93,45. Друзья, до середины этого месяца на доллар, наверное, ничего и не повлияет. Потому что в середине этого месяца палата представителей США, часть Конгресса, можно так сказать, возвращается с каникулы. Первым делом, конечно же, рассмотрит вопрос новых фискальных экономических стимулов. И вот как только этот пакет поддержки дополнительно будет принят, уверен то, что распродажи доллара возобновятся с прежней силы. Пока что нужно ждать и работать с, например, теми инструментами, которые более активно ходят под актуальным новостным фоном и, наверное, легко подвергаются сейчас и поддаются прогнозу, исходя из тех же самых рисков Брекзита. Понятно, что фунт будет аутсайдером. Золото 1929. Здесь тоже пока что ничего не меняется. Ждем мощной динамики и усиления волатильности по индексу американской валюты. Я думаю, что, друзья, как я уже отметил, недолго осталось ждать, но, может быть, неделю чуть больше и доллар снова окажется в центре внимания. Евро против доллара 1,1780. Завтра заседание ЕЦБ. Накануне вышли данные по темпам экономического роста. Отчет в целом хороший, потому что фактическая цифра спада во втором квартале минус 11,8. При этом прогноз был на снижение 12,1. В годовом выражении тоже значение лучше прогноза. И, может быть, как раз вышедшие лучшие ожидания их цифры будут использованы Кристин Лагарта в ее риторике. И в описании более лучших, в обозначении более лучших перспектив для валютного блока. Я очень рассчитываю на позитивную риторику ЕЦБ. Не жду каких-то дополнительных заявлений о новых мерах экономического стимулирования. Жду улучшенных прогнозов по восстановлению до конца года. И, соответственно, ориентируюсь на последующий рост и восстановление европейской валюты. Мы коснулись довольно серьезного уровня поддержки 1,1770. И, допуская, друзья, то, что существенно ниже данной отметки, мы уже не уйдем. Фунт валится на рисках Брекзита. Ближайшая цель против доллара может быть на отметке 1,28-1,27. По риторике последних дней, в том числе и руководству Англии и ЕС, есть вероятность и очень высокая жесткого Брекзита. То есть, разумеется, под угрозой сейчас почти 1 триллион товара оборота между ЕС и Англией. Если сделки не будет, то такая колоссальная сумма эквивалента торговли, кажется, под влиянием ограничений, пошлин, каких-то дополнительных экономических барьеров, это негатив для обеих стран. И мы видим то, что фунт сейчас очень сильно переживает за то, что сценарий жесткого Брекзита все-таки реализуется. По доллару канадцу, раз мы так сейчас обрисовали в негативном свете перспективы нефти, на канадца будет, безусловно, давить слабость нефтянки. Сегодня еще заседание канадского регулятора. Ждем мягкой риторики и анонса новых мер экономического стимулирования. Это также может стать причиной дополнительного толчка для пары доллар-канадец и ухода ее выше отметки 1.33. На этом, друзья, все. Всем хорошей торговой сессии. Всем пока!